Девушки отдыхают Кто вы вообще? Где ваша медицинская карта? Вот, гад, моя медицинская карта. Вот! Не приближайтесь ко мне. Ну, кто вы у нас? Казимир Петрович Недорезов. Ну, вы были у меня на столе. Операция прошла успешно. В чем дело? В чем дело? Ты скальпель ты касала по глазу. У меня была операция на ребре. На ребре! А ты, гад, что сделал? Что я сделал? Что ты сделал, гад? Что? Воз! Боже! Боже, Воз! Что это? Это! Это папа! Закройте, пожалуйста. Смотри, гад, я на это каждый день смотрю! Ну, подожди, какой же вы баба! Вы очень даже симпатичная женщина! Убью, скотину! Тихо, 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 спокойно, сейчас мы разберемся. Я сейчас техническую документацию посмотрю. Ну, это у нас, когда было? Это было у нас 13-го в пятницу. А что, хороший день. Подождите, 13-го в пятницу мы празднуем юбилей нашего главврача, Сергей Змут-Лазаревича. Хорошо праздновали. Я помню, он меня спрашивает, Жорик, может тебе хватит? А я говорю, да что вы, у меня еще две операции, наливайте. Произошла врачебная ошибка. Нифига себе ошибка! Ты, циркуль-то недоделанный! У меня была операция на ребре! Ну, я понял. А ты из меня что, бабу сделал? Господи, ты слышишь? Я из ребра бабу сделал. Я повторил это. Короче, ты циркуляр. Или ты мне возвращаешь все как было, или заказывай столик в морде. Дорогой мой, я вас очень прошу. Давайте мы успокоимся и нормально поговорим. А я не могу успокоиться. У меня гормональный взрыв. Ну, 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 все равно, вы держите себя в руках. Вы же леди. А ведете себя как лесоруб. Так я и есть лесоруб. Я деревья валил и ребро сломал. А теперь мужики меня из бригады выгнали. Их нужно понять. Ну, подумайте. Терпеть в мужском коллективе слабую женщину. А нифига подобного. Слабую они терпеть готовы. Страшную не хотят. Послушайте, ну, между прочим, сейчас же 30-е число. Вы почему ко мне раньше не пришли? А я раздумывал, все-таки на пенсию на 5 лет раньше. Ну, вот. Что, вот. Послушайте. Что, вот? Дорогой мой, да вы просто пока не осознали всех преимуществ своего теперешнего положения. Я не... Я осознал. А жена моя как осознала. Ёлки-палки. Ну, да, действительно, наверное, и для вашей жены это ваше преображение стало большой неожиданностью. Как неудобно получилось. Слышь ты, кишкокопатель. Их тепчих, вот знаешь, что такое неудобно? Неудобно. Это когда ты снимаешь пальто, а у тебя каждый раз поверх пиджака лифчик надет. Вот это неудобно. Ну, послушайте, дорогуша, ну вы скоро привыкнете к этой женской сбруи. Да как же? Сволчить, я тебя убью. Как же? Как я могу привыкнуть к женской сбруи, если жена не хочет со мной делиться? Говорит, что ты мне на день рончения подарил, то и носи. И что? Что? В резиновой лодке по квартире плаваю. Спитингую. Ну, ёд. Извините, я... Голову оторву тебе. Извините, неудачная шутка. Я вас очень... Казимир Петрович, пожалуйста, присядьте. Я присяду, ты ляжешься. Я вас очень прошу. Ты понял? Присядьте, я хочу задать вам очень важный вопрос. Как врач. Врач, да какой ты врач? Присядьте. Как копатель. Скажите, как у вас теперь с вашей женой? Ну... Понимаете? Не волнуйся, гадёныш. Там полная идиллия. Как это? Как? Лежим обе в инюарах со свежим педикюром. Смотрим фильмы про любовь. Наслаждаемся и молчим. Чтоб маску на лице не потревожить. И вот когда я сейчас нахожусь по ту сторону баррикады, я хочу сказать, как на духу. Если бы в эту святую минуту ко мне полезло какое-то небритое мурво, Заберем. Ну, надо же. Казавер Петрович, мне правда, мне вас так очень-очень жаль. Это же вы теперь, как мужчина, и налево не сходите. Если честно, у меня и направо не очень-то получал. Подождите. То есть вы хотите сказать, что это ваше преображение? От этого ваша жена не так уж сильно и проиграла? Спасибо вам, выиграла. Я теперь у нее самая лучшая, страшненькая подружка. Мне жена, как лучшей подружке, все про меня рассказала. Вы себе не представляете, с каким козлом ей приходилось жить. А мама ее говорила. Казавер Петрович, Казавер Петрович, а давайте мы с вами выпьем. А что давали? Давайте. Я ж теперь спасибо вам, только с тещей пью. Да? Да. Она меня не пускает в гараж, к моим дружбанам. Боится, что я дитю в подоле принесу и на ее жилплощади пропишу. Да, это очень неприятно. Ну, давайте, пожалуйста, за все хорошее убью. Извините. Казавер Петрович, вы знаете, о чем я подумал? Вы понимаете, что вы теперь можете осуществить несбыточную мечту всего мужского населения планеты и устроиться на работу в женскую баню? Ага. С кем? Евнухом? Почему Евнухом? Этим баботером. И вообще, вы только представьте, вы понимаете, что вы перешли в другое качество. Кончилась эра подарков из носков и пенки для бритья. Наступила эра шуб и бриллиантов подарок. Вот так вы жили в тещи и скажите, на 8 марта теперь мы с вами равноправны, а? А что? И правильно? И пусть дарят? Конечно. А что, я не заработал? Ла. Люблю. Извините. Я же как, как белка, я как, как баба в колесе. Я уступал, колесе, ты ныря про стул. Пошел, приготовил поесть. Накрыл. Покормил. Убрал. Помыл. В засупке. Побежал с пятого этажа. И он, трамвай, троллейбус, подар, магазины. Скупился, полные сумки, троллейбус, трамвай. Опять на пятый этаж задолбался я уже. Они же, они же ведь родные. А я у них, кто? Почивица. Это же хорошо еще, что за подснежниками не посылают. Да, убью. Видите. Убью. Давайте еще, пожалуйста. Ну, по капельке. Ну, давайте. За дружбу. А? Ах! А что это вы так на меня смотрите? А я вот подумал, подумала, что дружбы между мужчиной и женщиной так и не бывает. В каком смысле? Ну, должна же быть у меня личная жизнь. Послушайте, Казя Петрович, Казечка, Казюечка, понимаете, мне очень лестно ваше предложение, но видите ли, дело в том, что вы не все знаете. Понимаете, я очень хороший хирург. И как это может нам помешать? Понимаете, Казюля, я привык доводить свою работу до идеального состояния. Ну, короче, академик Павлов. Понимаете, Казюля, я сделал из вас не просто женщину, а женщину непорочную. Ну, вы же знаете историю о непорочной деве. То есть, ты, пигмальон хренов, ты хочешь сказать, что я в свои 59 лет девушка? Да, вы представляете, какая это будет неожиданность для вашего первого мужчины. А зачем ждать? Сейчас мы все это и проверим. Итак, Казя, Каземир Петрович. Каземир Петрович, я все это и делаю! Стоять! Стоять! Спасибо.